Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЮЭйТиВи. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги. В студии Тимофей Львудин. Почти 96% электронных данных обработала Центральная избирательная комиссия. По предварительным данным лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский. За него отдали свои голоса чуть больше 73% украинцев. За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,5% избирателей. В центре избиркома находится корреспондентка ЮЭйТиВи Юлия Крючкова. Она знает последние актуальные цифры. Добрый день, коллега! Какие данные известны на эту минуту? Здравствуйте, Мафея! Уже обработано более 96% электронных протоколов. Это значит, что подсчитали уже 17,5 миллионов голосов украинцев. Результаты на самом деле не поменялись с сегодняшнего утра и не слишком отличаются от тех, которые были объявлены вечером экзитполами. Рейтинг кандидатов постоянно показывают на электронных табло, которые расположены в зале Центральной избирательной комиссии. Они постоянно обновляются. Мы можем видеть, что Владимир Зеленский, лидер президентской гонки с большим отрывом, около 50%, и на эту минуту он набрал немного более 73% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,5%. Также здесь изображена карта, на которой мы можем видеть, что большинство голосов, более 50%, Порошенко набрал только в одной области, это Львовская область. Кроме этого, уже подсчитаны все 100% электронных протоколов, которые поступили с иностранных участков. И по информации ЦИК, там за Порошенко проголосовали почти 55% украинцев. Также, но в других областях большинство голосовали за Владимира Зеленского. Самая большая поддержка этого кандидата зафиксирована пока на этот момент в Луганской области, это 89%. Также мы можем сейчас говорить об окончательном показателе явки. Он составляет 61%, немного больше 61%, это на 2% меньше, чем было в первом туре. Самая большая явка была во Львовской области и самая маленькая уже традиционно в Закарпатской. Кроме этого, сегодня в 10 утра уже прошел первый брифинг, в котором участвовали члены Центральной избирательной комиссии. Они рассказали, что все, подсчет голосов идет очень быстро, очень слаженно. Глава комиссии поблагодарила всю комиссию за ее работу. И, кроме этого, рассказала о том, когда должны будут быть объявлены официальные результаты. Давайте послушаем. Есть норма закона, в соответствии с которой мы должны через 10 дней огласить результат. На экране за моей спиной оперативно-аналитические данные, которые мы получаем по системе выборы. Окончательный подсчет голосов и результат выборов считается по бумажным протоколам, которые мы ожидаем. Скорость оглашения результата зависит от того, насколько быстро окружные комиссии привезут протоколы. В ЦИК говорят, что представители окружных комиссий уже начинают приезжать сюда, в здание Центральной избирательной комиссии, и привозить эти электронные протоколы. И уже скоро, сегодня точно должно начаться беспрерывное заседание, на котором эти протоколы будут приниматься. И окончательно мы сможем говорить об официальных результатах выборов уже после того, как со всех 199 округов прибудут официальные результаты. Спасибо, коллега. Центральная избирательная комиссия на эту минуту обработала почти 96% протоколов. У Владимира Зеленского 73% голосов, у Петра Порошенко 24,5%. Также уже почитано 17,5 миллионов голосов избирателей. Первые результаты второго тура выборов президента Украины. Почти трехкратный разрыв между кандидатами в президенты зафиксировали независимые опросы избирателей. Цифра национального экзитпола 73% за Владимира Зеленского, 25,5% за Петра Порошенко. Анна Романовская продолжит. Финальные результаты национального экзитпола. Украинский шоумен Владимир Зеленский получил поддержку 73% избирателей. А вот его оппонент, действующий президент Украины Петр Порошенко, получил 25,5% голосов. Еще 1,5% избирателей намеренно испортили свои бюллетени. Как нам объяснили социологи, столь существенный разрыв в голосах почти в 50%. Директор социологического фонда демократической инициативы объяснила нам тем, что украинский избиратель не доволен существующей политической системой. Потому многие и выбирают кандидата, который раньше не фигурировал в политической сфере. Варто задуматься, что... Политическая система, она не удовлетворяет людей по многим параметрам. И очень важно, чтобы политические силы перед парламентскими выборами задумались и как-то изменили к тому времени свою политику. В целом, национальный экзитпол провели без особых помех. Только на шести избирательных участках по всей Украине интервьюерам не давали опрашивать людей. Однако вскоре эти вопросы быстро решались с помощью полиции. Всего интервьюеры работали на трех сотнях избирательных участках. Это на сто меньше, чем во время проведения первого тура выборов. Следует отметить, что опрос проводился анонимно. Избиратели просили отметить в анкете их возраст, пол, образование, номер избирательного участка, а также кандидата, за которого они проголосовали. Всего в опросе взяли участие приблизительно 15 тысяч людей. Ожидается, что погрешность экзитпола не превысит 2,5%. Анна Романовская, Ярослав Матиш, UATV. Более тысячи заявлений о нарушениях во время второго тура выборов президента Украины зафиксировали правоохранители, больше всего в Днепропетровской, Киевской и Донецкой областях. Последнюю информацию о нарушениях и параллельном подсчете голосов по данным общественной сети опора расскажет корреспондент UATV Артем Голуб. Добрый день, коллега. Каким было самое частое нарушение во время второго тура выборов президента и сколько уголовных производств открыла полиция? Приветствую, Тимофей. Самое частое нарушение, которое зафиксировали аналитики опоры, это неправомерная выдача членами избирательной комиссии бюллетеней людям, которые не предоставили все необходимые документы. Уже точно известно, что открыто более десятка уголовных производств. Это в основном касается статей, которые затрагивают неправомерное, незаконное использование бюллетеней, а также ложное сообщение о угрозе жизни. Это, к пониманию, это минирование, которое было ложное, звонки и так далее. В целом аналитики отметили, что второй тур президентской гонки прошел спокойно и его можно считать честным, то есть на нем было намного меньше фальсификаций. Я предлагаю послушать аналитика по этому поводу. Мы оцениваем день выборов. Он прошел бесконфликтно с соблюдением всех норм закона о выборах и международного законодательства. По нашим оценкам, системные нарушения, которые могли бы влиять на результат, не зафиксированы. День выборов прошел на высоком уровне. Количество нарушений и тип нарушений мало отличается от первого тура, но тенденция позитивная. Также представители опоры сообщили, что с 99% уверенностью могу сказать, что Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей. Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,3% голосов избирателей. Также они сообщили, что 2,5% голосов бюллетеней были испорчены. Тимофей, у меня на этом все. Студия. Спасибо, коллега. В Киеве на пресс-конференции общественной сети опоры рассказали о нарушениях во втором туре выборов президента. В целом, выборы в Украине прошли демократически и без грубых нарушений. Без нарушений и жалоб прошло голосование на избирательном участке в Нью-Йорке. Из-за разницы во времени местный участок закрылся только в 3 часа утра по киевскому времени. Как выбирали президента украинцы в Нью-Йорке специально для ЮЭТВ, рассказал корреспондент информационного агентства «Украинформ» Георгий Тихий. Избирательный участок в Нью-Йорке второй по величине во всем мире. Здесь регистрировано 12 тысяч граждан Украины из 9 штатов США. Сегодня 1353 человека воспользовались своим избирательным правом, что составляет около 11,3% избирательной явки. На протяжении дня мы видели иногда больше людей, иногда меньше. В целом атмосфера была дружелюбной и никаких особых нарушений на этом избирательном участке зарегистрировано не было. Сейчас за моей спиной вы видите, как до сих пор продолжается подсчет голосов. Конечно же, есть разница во времени, 7 часов между Киевом и Нью-Йорком, поэтому в Украине большинство участков уже посчитано, но здесь еще работа ведется. Мы также видели сегодня с другой стороны улицы, от Генерального консульства, где происходит голосование, съемочную группу российского канала «Россия-1», которые наблюдали за процессом. Возможно, в отсутствии своих собственных честных демократических выборов в своей стране, хочется иногда хотя бы посмотреть, как цивилизованные страны честно голосуют. Также важно отметить, что избирательная комиссия в Нью-Йорке приняла решение и в первом туре, и во втором, перечислить все деньги, которые выделяются из государственного бюджета Украины на работу этой комиссии. Это около 600 долларов на благотворительность. В первом туре эти деньги были переданы на обучение украинских ветеранов. Во втором туре это также будет какой-то благотворительный фонд, какой точно еще неизвестно, но сказали, что какой-то хороший фонд. Георгий Тихий, корреспондент «Украинформа» в Нью-Йорке, специально для UATV. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала UATV.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей на русском языке уже буквально через два часа. Всего вам доброго и до встречи.